Я предал за тренировкой за вашей, было все классно, все стараются лучше, чем вчера на квалификации. И принял решение, что вот этот вот not-go-zone мы укорачиваем в два раза под парные. То есть такой бонус для беглотов под парные заезды, поэтому он в два раза меньше становится. То есть вы здесь можете наезжать. Но вот в этой части будем в два раза сильнее наказывать, чем все. То есть его по седине сейчас наезжу в белую линию, жирную. То есть он красный квадрат, а сейчас по седине будет белая линия, которая, соответственно, ближе к поребрику. Куда заезжать строго на свадьбу нельзя, потому что будет сильно наказываться. А на ту линию, которая останется за белой линией справа, на нее заезжать можно. И это новость. Маршалл номер три будет смотреть, попадаете ли в эту зону насколько глубоко, она нравится и будет говорить. То есть мы с ним договорились, я вам показал, как это... Не очень легко видеть с вышки, поэтому мы попросили Маршалла, чтобы он оценивал, насколько вы попадаете в этот скид. Она на мизине там, да. Там в целом видно, но не очень хорошо. Ролка в руках. А? Ролка в руках. Сейчас не пройдет. Да, да, да. Также в парнях заметил, что некоторые неправильно разгоняются или вылазят вперед, потом отстают из-за этого. Или же вот в этом месте недостаточно плавят сцепление, чтобы остаться рядом. То есть просто, грубо говоря, пропроверг. И на голове не падает. Надо в этом месте держаться, конечно, ближе и на всем расходе держаться рядом. Чтобы не было такого, чтобы вы здесь подотстали, а потом напрыгнули на него по инерции на постановке и разбили. Надо очень правильно этот момент отрабатывать, чтобы здесь, когда вы ставите, вы уже инерцию свою погасили и ставились без инерции, чтобы не было возможности в аварийной ситуации. То есть вот это вот много, кто эту ошибку допускает. Ну и вообще по всей трассе то же самое. Нужно подъезжать в первой части трассы, а вот в этой части трассы уже отпустить пилота и начинать копить заряд для того, чтобы вы могли бы остаться вот здесь. То есть многие вот здесь вот несят до последнего, а потом надо уже вытащить. А вытащить уже тяжело, надо на него выпрыгнуть по идее. И эта вся история складывается из-за того, чтобы вначале не наподъезжал. То есть самое правильное наподъезжать здесь, а здесь уже начинать отпускать, чтобы не переложиться правильно. Это во всей повороте такая история. То есть делать всю вашу историю чуть-чуть раньше, чтобы правильный, качественный проезд получил. И вот здесь также очень важно не пересиживать. То есть момент очень точный, точно и правильно отвалиться и подъехать уже в тех зонах, где нужно, это крайне важно для хорошего формального заезда. То есть основная ошибка, чтобы очень правильно вот здесь и вот здесь. То есть где вы можете реально пересидеть. Ага, круто, классно, я близко еду. А он уже перекладывается, а вам перекладывается негде, вам нужно дождаться, пока он переложится. А он в этот момент имеет как раз импульс и еще бы ему бонусом подарили возможность съехать половину по красному квадрату. И у него здесь очень большой генетический заряд и он уезжает. А вы отваливаетесь и едете сами к себе. Поэтому, поэтому, да, поэтому об этом нужно помнить, знать, ну и думать об этом. Очень внимательно будете следить за траекторией первого, очень внимательно. Поэтому, когда вы выезжаете первым, ваша задача не думать вообще о втором, а ехать с квалификацией. Квалификационное задание, оно полностью предусматривает то, что вы едете хорошо и даете ему возможность. Поэтому в этот момент не пугайтесь, не думайте, как свалить, не пытайтесь что-то там перехитрить. Про езди максимально чисто, мы будем особенно внимательно за этим следить. Про разгон Кочев сказал, про респект к гону в зону сказал, про финиш мы говорили вчера, что делать его плавно. Далеко не многие вы сюда вот приезжали, ну только те, кто мощнее. Надо, если не хватает мощности по краюшку протянуть, вот эту перекладку можно сделать чуть-чуть позже и все получится. То есть некоторые перекладываются, то ли боятся, что здесь вылетят, то ли хотят вот здесь не срезать, как бы, да, чтобы, типа, побыстрее выехать. Ну и в итоге не попадает в никакой линии финишера. Вчера дубовик попробовал во второй попытке квалификации переложиться там буквально на два метра позже и у него получился. Да, да, получился. И, ну, некоторые, я посмотрел тоже, тезка, тезка директора тоже здесь сильно анокдампу и большие углы здесь не нужны, большие углы здесь как раз такая история со средними углами на ускорение. Здесь не нужно прям вот это вот, каждый поворот, приехал, я дрифтер, ну, то есть не надо, и свалили, все. Здесь есть история с углами, где вам, где мама не нужна и на входе, на сисечке, поэтому здесь важно уже на хорошем темпе проехать. Такая же проблема у Альтеза, который одет в Джапан, кто-то двигается. У тебя тоже такая же история. Ты перед перекладкой добавляешь угла, потом, оп, переложился опять в большой угол, выпрягался и поехал. То есть вот эта вся твоя история, размашка перед перекладкой, она как раз против истории. Может быть, у тебя подвеска таким образом тебя заставляет зауглиться перед перекладкой, но это неправильно. Ты должен ехать, должен ехать из угла в угол перекладываться. То есть едешь в этом своем угле, в нужном, переложился сразу же в него и дальше погнал, чтобы вот этой вот штуки не было. Сзади идущий в этот момент обламывался. Оказывается, не мощность должна архитическая, это назовется. Вот в общем секрет, какая мощность, какие строкеры. Ну, в общем, так, в принципе, с большего всего. У нас, напоминаю, что в топ-16 мы едем по классической схеме. Те, кто прошел в топ-8, начинают уже рубиться по схеме double elimination и имеют в запасе одну и полную жизнь. В том числе до финала. Поэтому тот, кто крутой, выиграет без перезаездов. Тот, кто не крутой, получит еще одну возможность загорать, что крутой. Есть какие-то вопросы? Ну, то есть в последнем перекладке можно подальше протянуть, чтобы выехать. Вообще, в идеале, здесь проехать по кромке, типа, это самая максимальная, на высоком велосипеде. И выехать и сюда снаружи. Но у некоторых машин не получается выехать здесь близко и вот здесь близко. Поэтому я предлагаю, у них здесь перекладка сделать чуть больше. Вот эта наружная зона важнее, чем проехать здесь, вот близко к этой дороге. Ну и в этом месте все это тоже многие вываливались. Вот про то, что мы вчера сказали, что сегодня попытались выполнить историю, но в большинстве все равно так же вываливались. Вот эту линию в идеале надо облизывать, это максимальная скорость. То есть если вы здесь вываливаетесь, мы оцениваем это так, как будто бы вы там потеряли скорость. Вот именно вот в этой зоне. Да, опять же, это идет за минусом вашему выполнению задания первого номера. Ну что, в общем, все, до разъема. После финиша туда выйдет. Это сейчас расскажет Алексей. Прогревы, да, протяжения. Да, вот сейчас. Здравствуйте. Иван Иванович, вы не будете перед заездом? Давайте вспомним. Первоначально у нас парад участников. Все готовимся перед шлагбаумом. Там, надеюсь, получится нам сегодня созвать вас всех на парад участников. Вот, естественно, мы вас выстраиваем вот здесь вот аккуратненько на парад участников. Спасибо. Спасибо.